меня зовут таланта в этом ролике я подробно расскажу каждый значимый момент в прохождении кемпов с помощью маневра клока мвд если еще не смотрели обязательно посмотрите мое предыдущее видео в котором я рассказывала как проходить кемпы и так начнем с разбора фита почему же travel fit должен быть именно таким верхнем слоте у нас обязательно клока желательно импрув клока она режет скорость на 75 процентов прототайп на режет на 90 процентов поэтому в high-slot fit in improved а если такой возможности нет то сгодится прототайп на и думаю всем очевидно что если на корабль можно поставить коврак локу то с ней вы просто отвар павайте при этом маневр клока мвд на коврак лочном корабле имеет смысл только в нулях и в х спейсе если вас пытаются поймать бублем идем дальше почему мвд они а б бонуса к максимальной скорости от а б недостаточно чтобы сразу после сброса клоки обеспечить кораблю достаточную скорость для отвар по в отличие от мвд поэтому для маневра клока мвд подходит только мвд при желании можно добавить fit еще и а б при этом а б нужен как последняя возможность перегреве втопить обратно в гейт если каким-то чудом вас все-таки раскочили подхватили несколькими поинтами и вы уже не можете отвар пать кстати когда будете вставлять мвд и а б следите чтобы они соответствовали шип-тайпу зачем в фите варп стабы чтобы понять топайте смотрите видео дизераптор и скрамблер с пятой минуты если в двух словах то в этом фите мой индус уварпывает когда на нем лежит скребок и 2 диза либо просто два скребка это на тот случай если о ужас меня таки расклочили и схватили зачем интерстаб очевидно для того чтобы повысить маневренность корабля чтобы он быстрее разгонялся и в результате быстрее уварпал а теперь нетривиальный вопрос какие модули не следует вставить в travel fit в двух словах любые модули раздувающий сигнатуру и увеличивающий вес корабля то есть travel fit не следует ставить шилд экстендеры и арморные плиты исключением является интерстаб поскольку он хоть и раздувает сигнатуру но это с лихвой компенсируется повышение маневренности еще так себе идея будет ставить на на фибр поскольку хоть он и не раздувает сигнатуру но при этом уменьшает общее количество хп вы конечно можете возразить типа а если меня таки поймают то с плитой или шеешкой я с большей вероятностью выживу на самом деле нет если вас таки расклочили и затакли вероятность избежать борды почти нулевая даже если в перегреве топить на а б обратно в гейт оценивайте риски и выбирайте с умом лично я делаю ставку на минимизацию риска диклока идем дальше почему нельзя варпать сразу по десту все просто потому что на выходной гайки вас могут ждать смарта батлы конечно если вы накрываете под сканом всю систему видите выходную гайку и уверены что на ней чисто в арпете напрямик кроме того спот это возможность в случае чего неспешно оценить ситуацию подумать и спланировать дальнейшие действия почему в направлении разгона не должно быть кораблей кемперов и прочего мусора потому что любой объект диклок нет вас если окажется на расстоянии ближе двух километров к вашему кораблю так лера кемперов постараются натопить на вас если они будут лететь по направлению вашего разгона то вероятность диклока существенно возрастает а теперь мой любимый вопрос почему сначала клока а потом мвд мвд раздувает сигнатуру корабля в результате чего нужно существенно меньше времени чтобы его залочь если сначала прожать мвд а потом клоку то в результате увеличенной сигнатуры у таклера есть хорошие шансы успеть вас залочить а клока не включается если кораблик залочен зачем делать спот в про варпе и уходить на него сразу по прилету на объект после того как вы отвар пали с гайки опытные кемперы наверняка заметили на какой объект либо группу объектов вы улетели и наверняка пошли следом за вами таклер чтобы поймать вас после выхода из варпа чтобы избежать этого лучше не дожидаясь возможных преследователей сразу уйти на заготовленный в про варпе спот еще хочу отметить что уходить от кимпа лучше всего на наименее очевидную дистанцию опытные таклеры отследив траекторию варпа цели чаще всего варпают в 0 50 или 100 километров дабы с наибольшей вероятностью выйти из варпа поближе к цели при варпе на менее очевидную дистанцию вы выигрываете у таклера который может приварпать следом драгоценные секунды которые он потратит на сближение поэтому хорошим выбором будет лететь например на 70 или 30 километров на финал я оставила вопрос по теме кимпов которые я затронула в предыдущем видео что же делать если на выходной гайки стоят смарта батлы для начала как вы об этом узнаете все просто вы светите на выходную гайку лучом под скана и если на ней есть несколько батлов чаще всего это мочалки то скорее всего это смарта батлы что же делать в этом случае тут все зависит от того насколько срочно вам нужно пройти дальше по тесту обычно кемперы висят на гайке максимум несколько часов так что самым простым решением будет уйти на безопасность под и сделать сейф логов но если вам по зарез нужно именно сейчас пройти в эту гайку то найдите объекты вокруг гайки по тесту как правило смарта батлы стоят на линии приварпа со стороны входного гейта смарта имеют очень небольшой радиус действия так что если приварпать с другой стороны гейта то скорее всего смарта батлы до вас не достанут но если на гейте по тесту их много данная хитрость может не получиться ведь в этом случае они могут рассредоточиться вокруг гейта и полностью перекрыть его чтобы обойти смарта кемп откройте карту системы найдите ближайшие к выходному гейту объекты находящиеся в стороне от изначальной траектории варпа в идеале позади гейта по тесту только не цитадель на которую вас нет дока и ни в коем случае не маяк не идентифицированный червоточин переварпайте на гейт по тесту через выбранный объект в идеале это должна быть планета астероидный белт или даже аномалия на которую также не стоит ворпать в ноль ведь будет обидно пройти кем и слиться об не пись еще раз импрув прототайп на слова от какие а клока не включается если чего кораблин залочен 0 5 или 100 километров до 0 50 кто расставлял запятые никто их не расставил